Ребята, всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня я снимаю, на мой взгляд, очень интересное видео. Сколько же стоит переехать в Америку? Тему этого видео я подглядела у Алены Погребняк. Это популярный YouTube-блогер. Она снимала недавно, как они с мужем переехали в Москву. И она полностью от а до я просчитала переезд. И я подумала, вау, прикольная тема, молодец, Алена. Я тоже хочу снять, только про Америку. Я расскажу, сколько же стоил переезд из Алматы во Флориду. И в самом начале я хочу дать очень важный совет для тех, кто вдруг собрался на долгое время приехать в Америку. Первым делом пройдите врачей. Например, вылечите все ваши зубы. Если у вас где-то там кариес, и вы давно не посещали стоматолога, пройдите стоматолога и вылечите все ваши зубы. Проверьте ваш организм, вашу кровь. Пройдите полностью все анализы, и если вы здоровы, то смело можете лететь. А если нет, то подлечитесь, потому что здесь медицина очень дорогая. Начнем с самого банального, это сделать визу. Конечно, с визу в США сделать не так уж и просто. Про это я тоже уже снимала видео, да, когда-то там давным-давно, как нам отказывали в визе, и потом дали только с третьего раза. И каждый раз мы платили за консульский сбор примерно 160 долларов. Следующие расходы – это авиабилеты. Лучше, конечно, бронировать авиаперелеты заранее и какие-нибудь выгодные варианты. Желательно возвратные билеты, потому что, во-первых, вам могут отказать в визе, вам придется вернуть свои авиабилеты. Во-вторых, обратный билет вы можете поменять на другую дату, и так тоже будет удобнее для всех. Авиаперелет обошелся примерно на одного человека 800 долларов США, туда и обратно. Чаще всего я нахожу самые выгодные авиаперелеты на SkyScanner. SkyScanner обычно подыскивает самые дешевые варианты. Вы можете там фильтры выставлять, там дату или несколько пересадок. Если больше пересадок, то дешевле. То есть самые выгодные варианты я находила в основном только через приложение SkyScanner. Если вы прилетаете в Нью-Йорк, вам машина на первое время не нужна, потому что там хорошо развит общественный транспорт, такси, вы можете передвигаться, пока изучать город, и не нужно бронировать автомобиль. Однако, если вы прилетаете в Орландо, Майами, Лос-Анджелес и другие города и штаты, вам, скорее всего, понадобится автомобиль. Что касается нас, мы прилетели в Орландо, и, конечно же, нам потребовался автомобиль. Первые два дня мы были без автомобиля, потому что мы забронировали такой отель, у которого есть трансфер из аэропорта. Это тоже очень удобно, вы должны подробно читать информацию. Удобно, когда вы прилетаете, вас встречает какой-либо трансфер из отеля. Ну, соответственно, это все бесплатно. Нам в этом смысле повезло. Мы ночью прилетели, поехали в отель, нас трансфер отвез, и также мы могли в следующий день на этом же трансфере тоже вернуться обратно в аэропорт, чтобы там арендовать машину. Мы так и сделали. Мы в следующий день вернулись в аэропорт, и там арендовали автомобиль. Обычно все бронируют автомобили через Hertz. Тоже есть такое приложение. Но это компания Hertz по прокату автомобилей. В принципе, у них более-менее хорошие тарифы, и без проблем они вам дают машину в аренду. По вашим правам международные права вообще абсолютно не нужны в Америке. То есть по ним вы можете взять, если они у вас есть, но специально их делать не обязательно. Вы можете по вашим правам казахстанским, российским, украинским забронировать автомобиль. Как бы вообще проблем в этом нет. Не обязательно иметь международные права. Мы много раз бронировали автомобиль, и я уже сделал такой вывод, что примерно 20-30 долларов в сутки это такая оптимальная цена, недорогая, недешевая. Конечно, если вам очень повезет, вы можете найти за 15 долларов в сутки. Это будет очень круто, конечно, это супер везение. Но в основном 20-30 долларов в сутки автомобиль. У автомобильных компаний еще существует такая функция. Например, вы можете взять автомобиль в одном городе, а отдать машину в совершенно другом городе. Может быть, это будет бесплатно, а может быть, вам придется доплачивать какую-то сумму определенную. Но это бывает намного выгоднее, нежели возвращаться обратно в тот же город и возвращать машину, а потом возвращаться уже в другое место, где вы хотите подольше побыть. Далее вас ждут следующие расходы, пока вы не арендуете дом, либо квартиру на долгое время. Это мотели. Придорожные мотели, они самые недорогие. Недорогие относительно для Америки. Для нас, конечно же, это нормальная стандартная цена за отель. 50 долларов, если вам очень повезет, вы найдете за 40 долларов, но за 30 я даже не представляю, что там будет. В основном цена мотеля 50 долларов, плюс еще какой-нибудь налог. Итого выходит 60 долларов одна ночь. Вам может повезти, либо не повезти. У вас может быть номер идеально чистый, свежий, вкусненький, а может быть с тараканами, прокуренный, и там будет криминал. Это будет весело. Если вы летите в Америку без детей, если у вас ограничен бюджет, то я советую все-таки останавливаться в мотелях, если вы не нашли комнату или квартиру. В них не опасно. Там, в принципе, все безопасно, люди нормально, адекватные. Да, есть фрики, на которых ты смотришь и думаешь, вау, как страшно, но они вам ничего не сделают плохого. Мы просто целый месяц жили в мотелях, когда прилетели в Америку. Мы мотались из мотеля в мотель. Каждые 2-3 дня мы меняли мотель. Это всегда были... Конечно, если у вас позволяет бюджет, если у вас есть много денег, вы можете снимать отели более высокого уровня, от 100 долларов за ночь и выше. Это все на ваш выбор. Следующий вариант, который я люблю безумно, пользуюсь им постоянно, и в Японии пользовалась, и вообще везде, это мой любимый сайт Airbnb. Я ссылку на него оставлю в описании, потому что по моей ссылке вы получите скид. Да, вы можете там очень выгодно за 20-30 долларов заранее забронировать себе комнату. Может быть, у кого-то в доме, может быть... Да, кстати, мы несколько раз так бронировали. Мы жили один раз у темнокожего парня с женой. Мы у них забронировали комнату, у них дом, и на втором этаже они сдавали 2 комнаты. В одной комнате, когда были мы, была семья, и в другой комнате были мы, а на первом этаже жили сами хозяева с собакой. Нам было интересно, потому что мы думали, мы будем с ними общаться на английском, нам все было так весело, интересно, но они, как привыкшие люди, видимо, принимать каждый день новых, новых и новых туристов, они уже были не особо общительные, и им это общение было до одного места, они закрылись у себя там в зале, смотрели какие-то фильмы, мы тусовались на кухне, либо там изучали окрестности, и потом просто ночью возвращались в свою комнату, закрывались там и спали. Airbnb – классный вариант, если вы заранее будете искать, вы можете, еще раз повторюсь, найти либо комнату, у кого-то она будет совершенно безопасная, оборудованная под вас, там сразу с туалетом, с отдельным душем, все для вас. На Airbnb можно забронировать жилье от 15 долларов, но это тоже там плюс налог, это будет какая-нибудь комната в хостесе, но если что-то хотите приличное, то 30 долларов и выше, плюс налог. Следующий расход – это еда. Если вы будете питаться каждый день в ресторанах, вам это вылезет в копеечку, потому что в Америке сфера обслуживания очень дорогая, плюс чаевые, поэтому приготовьтесь, если у вас ограничен бюджет, питаться в супермаркетах, питаться в обычных фастфудах и в супермаркетах. То есть, мой вам совет, если вы хотите сэкономить, вы можете брать отели с кухней и готовить сами, так будет очень-очень выгодно. А если вы хотите уже готовую еду покупать, то я вам советую покупать готовые блюда в Whole Foods или Publix, но не Walmart. Мне не нравится абсолютно еда. В Таргете тоже еды практически нет готовой. В основном готовая хорошая еда – это Whole Foods, Sprouts, Fresh Market, Publix и так далее. Там есть готовые горячие блюда, супы, то есть все, что нам нужно. Но опять же, все это относительно недорого. Для американцев это считается недорого. Заплатить за суп, за тарелочку вот такого супа из Publix 7 долларов. Для них это недорого. Но если перевести эти деньги на наши, рубли, деньги, гривны, то это получается не так уж и дешево поесть в супермаркете. Это только супик. Следующие расходы, которые вас ждут, это, конечно же, бензин в Америке. Но бензин, мне кажется, стоит точно так же, как и в наших странах. В принципе, вы привыкаете. Качество бензина хорошее, поэтому он расходуется медленнее. Если вы возьмете плюс экономичную машину, то вы не будете много платить за бензин. Будете платить привычную стоимость, как в наших странах. Это абсолютно нормальная стоимость, не завышенная. Конечно, дальше, через определенное время, вы захотите снять собственное жилье, апартаменты, либо дом уже на долгосрочный период. Будете искать подходящие варианты. Мой вам совет, используйте приложение Zillow. Ребята, я, в общем, все ссылки буду оставлять под этим видео, про то, что я рассказываю. Я делюсь своими лайфхаками, то, чем я реально пользуюсь. Обалденное приложение. Вы можете по районам искать квартиру, вы можете даже настраивать функции, чтобы вам выдавали в поисках результаты. Например, я искала жилье, чтобы школа была рядом, минимум восьмерка. И мне выдавали такие вот результаты. В итоге я нашла квартиру через приложение Zillow, плюс еще блогеры снимали про этот комплекс. Они, вернее, снимали про соседний комплекс, в котором они сейчас живут. Я думала тоже там взять квартиру, но потом я нашла этот комплекс, который располагается совсем рядом. И мне больше понравилась планировка внутри в квартирах, то, что стены более светлые. И в соседнем комплексе, где вот мы арендовали квартиру, не нужен был social security номер. нужен был только ваш паспорт и подтверждение денег на банковском счету, хотя бы за три арендных платы вперед. То есть, если вы снимаете за тысячу долларов квартиру, то у вас хотя бы на депозите, на вашем счету, должны быть три тысячи долларов. Хотя бы, минимум. Ну, лучше всего, если у вас будет пять тысяч лежать, тогда они вообще без проблем вас запустят жить в апартамент. Следующий незначительный плюс наших апартаментов, это то, что я отдала депозит всего 500 долларов. Я знаю, что в других апартаментах берут депозит за два месяца, за первый и за последний. То есть, вы оставляете примерно две-три тысячи депозит. И обычно, чаще всего, этот депозит вам не возвращают, потому что они списывают на какие-то там косяки, которые вы натворили в квартире. Может быть, вы там где-то стены порисовали, либо там ковер заляпали. И они могут списать с вас эти деньги. Поэтому, мой вам совет, если вы очень экономите, ищите такие апартаменты, где маленькие депозиты, не нужен там social security, где особо не парятся. Конечно, если ваша квартира будет стоить тысячу долларов в месяц, в эту сумму не входит никогда свет, вода, сливы, страховка и многое другое. Поэтому дополнительно вы будете платить определенную сумму. Примерно 80 долларов вы будете платить за свет, воду, за еще какие-нибудь расходы. Потом примерно 30-40 долларов вы будете платить за какие-то там сливы. Страховка вам обойдется 20 или 15 долларов в месяц. Вашей квартире это обязательно. у вас должно быть застрахована квартира. Интернет 50 долларов в месяц плюс сотовая связь, если вы хотите, чтобы у вас был интернет. И на вашем телефоне, и дома. Это примерно 50 долларов сотовая связь, 50 долларов домашний интернет. И примерно такие расходы. Следующие расходы касаются школы. Если, конечно, вы ходите в пабликскую, вы ничего не платите. Они бесплатные. Единственное, за что вы можете платить, это за питание в школе вашего ребенка. Есть такие люди, которые не платят за питание, говоря о том, что у них нет денег, указывая на то, что у них низкая зарплата, либо нет вообще никакой зарплаты. Если они приехали по учебной визе и не платят ничего за ребенка, за питание, хотя должны тоже платить, потому что 2 доллара в день – это, конечно, не деньги в Америке за питание ребенка. Плюс ко всему завтраки в школах бесплатные, ланчи – примерно 2 доллара. Потому что там единая система по Флориде, и есть такое приложение, туда мамы закидывают деньги, их просто списывают в течение месяца. Потому что ребенок может захотеть мороженое, поесть мороженое по 50 центов, какие-то печеньки взять, а не то, что по 50 центов. И эти деньги обычно закидываются. Но я знаю, что есть такие люди, которые прилетают сюда, говорят, что у них нет денег, и за них государство платит. Хотя сейчас пугает Трамп всех тем, что кто пользовался социальными разными нуждами, им грин-карту не дадут. Поэтому мне кажется, лучше не рисковать. Хотя это, конечно же, могут быть слухи, но мне кажется, лучше не рисковать и не пользоваться вот этими всякими социальными ништяками, если у вас нет тут грин-карты, если вы на птичьих правах. Потому что я знаю, умудряются туристы пользоваться вот этими всякими соц. льготами, не имея вообще никакого статуса здесь в стране, туристические, либо там студенты, или еще что-то. Поэтому, ну, поэтому мне кажется, лучше заплатить за питание ребенка в школе, нежели потом вам откажут в грин-карте в связи с этим событием. Ну, то есть это как-то странно. Когда вы въезжаете в апартаменты, они пустые, полностью пустые. Очень редко, очень редко квартиры, дома мебелированные. Очень редко. Скорее всего, это просто невозможно, потому что мы искали такой вариант, нам было бы выгодно жить с мебелью. Но нигде такого не было. Все квартиры были пустые абсолютно. Одинственное, что, слава богу, была кухня встроенная и ванная комната, хотя бы полки, это было. А так, спальня, зал, столов, стульев, ничего вообще нет, никаких шкафчиков, вешалок и так далее. И хорошо, что еще существует гардеробная, то есть вам не нужен шкаф уже под вещи, у вас есть гардеробная. Как бы это тоже спасать. Поэтому следующие расходы в США – это мебель. Вам нужна мебель, вы можете поехать в Икеа и взять новую мебель себе, дешевую, обставить квартиру за сутки буквально. Очень быстро, стильно, красиво. Мне этот вариант идеально нравится, подходит, я обожаю Икеа. И вообще, я считаю, что это самый легкий, самый лучший вариант. Но мы не воспользовались этим вариантом. Я потом уже воспользовалась, когда обставляла свою комнату для съемок, то, что мне нужно было. Есть такие приложения, где вы можете взять мебель бесплатно у людей, которым она не нужна. Например, почему она им не нужна? Люди переезжают, и они должны освободить квартиру полностью. Например, когда я буду переезжать, я должна все вывезти из квартиры, всю мебель. Я не могу оставить здесь ничего, потому что меня за это оштрафуют. Поэтому я должна все вывезти. И люди иногда бывают, уезжают, и они не хотят не выбрасывать, им тяжело нам идти на мусорку, все это вытаскивать. Им проще подать объявление, что они отдают все бесплатно, и люди тут же мгновенно приезжают и забирают мебель в идеальном состоянии совершенно бесплатно. Но так же и поступили мы. Мы обставили практически всю квартиру в Америке бесплатно. Так же отдают они посуду, тарелки, ложки, сковородки. То есть вы можете все взять у людей, чистое, чуть ли не новое, даже есть иногда новые варианты, когда люди даже не распаковывали. Чайники, электроприборы, кофеварки, вы все можете взять бесплатно, даже те же телевизоры. Это все зависит от вашего бюджета. Если вы хотите, вы можете купить все новое. Нет, тоже есть вариант, можете все взять бесплатно. Есть несколько приложений, на которых вы можете бесплатно найти мебель. Это OfferUp, Let's Go и Marketplace в Facebook. То есть это все очень легко и просто, и в принципе быстро. Если каждый день вы будете искать, смотреть, фри-фри, вам будут выходить варианты, и вы можете быстро списываться с хозяином, он за вами бронирует этот шкаф, и ждет вас, пока вы не приедете. То есть нет такого, что кто быстрее, тому и отдал. Ну бывает такое, но в основном они тут все честные. Раз вы с ним списались, значит он вам и отдаст, вас будет ждать. Если вас пригласили по работе в Америку, то вам страховку будет оплачивать компания, вероятнее всего. Это очень классно. И всей вашей семье. Но если вы прилетели сюда и работаете сами на себя, либо в общем нигде не работаете, вам желательно сделать страховку. И сделать страховку, да. Я знаю, что в других штатах, в каждом штате разные законы, разные цены. Во Флориде, например, есть тоже бесплатные страховки, которые стоят ноль, если у вас нет дохода. Но это опять же социальные ништяки, которые потом вам могут только пойти во зло, как говорят. Поэтому нужно честно говорить, какая у вас зарплата, и от этой зарплаты оплачивать страховку ежемесячно. Это примерно от 100 долларов в месяц на человека и выше. Если вы знаете другие варианты во Флориде, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Для меня это и для моих подписчиков будет очень актуальная информация. Спасибо. Следующие расходы – это автомобиль. Потому что вы не можете арендовать автомобиль в несколько месяцев. Вы можете, да, вы можете, извиняюсь, вы можете, если вы очень богатый человек, вам не жалко денег, вы можете арендовать машину год, полгода, сколько вам нужно. Но если вы все-таки не хотите терять деньги, вы можете купить автомобиль, а здесь они очень дешевые. Можно за 500 долларов найти, но они, конечно, будут ужасные, разваленные, ржавые. Ну, можно найти. Можно там за тысячу, за две, за три купить автомобиль. Как бы не вопрос. И на нем просто передвигаться. Потому что без машины невозможно во Флориде. Невозможно. И все зависит от вашего бюджета. Здесь есть автомобиль на любой карман. На любой. И могут его продать вам по туристической визе вообще без проблем. Здесь есть любые условия для любого человека. Но скажу вам одно. Америка не дешевая страна. И здесь очень классно, если вы турист. Если вы приехали как турист. На пару недель поездить по штатам. Ю-ху! Американская жизнь, свобода, кайф вообще. Еда, жбачки. Ну, а если же вы здесь начинаете жить, то вы сталкиваетесь с таким огромным количеством проблем, о которых вы даже не догадывались. Если вам интересно, я могу снять на эту тему видео. Потому что даже я не ожидала, что здесь столько подводных камней. Так что, если вы думали, что в Америке очень легко и классно жить, вы сможете легко найти работу, заработать, здесь остаться и вообще супер, то не все так сладко, не все так гладко. И придется здесь пахать, зарабатывать, еще раз зарабатывать и пахать. Для того, чтобы здесь жить нормально. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. У меня очень много разных видео про путешествия, не только про США, но и другие страны. И оставляйте ваши вопросы, комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.